Вашему вниманию представляем комбинированные хирургические вмешательства в лечении немелкоклеточного рака лёгкого. Эпидемиологические особенности рака лёгкого в настоящее время известны. Неизменным остаётся высокий индекс смертности заболеваемости этого заболевания и высокая частота местно распространённого рака лёгкого. Как в нашей стране, так и в большинстве стран, где это заболевание регистрируется самой высокой заболеваемостью и смертностью. Классификация оперативных вмешательств при раке лёгкого, общепринятая в нашей стране, разработанная ещё профессором Трахтенбергом ещё в 1995 году, делится по объёму оперативных вмешательств, вариантов оперативных вмешательств и характера операции. Варианты оперативных вмешательств могут быть типичные операции, имеется в виду объёмы на лёгочной ткани, расширенные, имеется в виду объём медиастинальной лимфодисекции. И комбинированные операции – это те хирургические вмешательства, которые сопровождаются резекцией экстрапульмональных анатомических структур. Три варианта на сегодняшний день разделяются среди комбинированных хирургических вмешательств. Это трахеобронхопищеводный тип с резекцией кариной трахеи пищевода, сосудисто-предсердный тип с резекцией левопредсердий и крупных сосудов средостения и грудной полости. Сюда мы не включили резекцию перикарда. Паритально-диафрагмальный тип, грудная стенка и диафрагма. Показания к выполнению комбинированных хирургических вмешательств – это истинное распространение опухолевого процесса на экстрапульмональные структуры, не позволяющие радикально оперировать без их резекции. Параконкрозные изменения, которые могут быть показанием к резекции технического характера. И необходимость оптимального отступа для обеспечения радикальной резекции, R0, краёв резекции, в силу чего может выполняться тоже комбинированная резекция. Хирургия рака лёгкого насчитывает около 90 лет, и пионером хирургии рака лёгкого считается американский доктор Грэхом, выполнивший левостороннюю комбинированную пневмоноктомию с резекцией грудной стенки с хорошим отдалённым результатом. Хирургический метод до сих пор считается единственно радикальным в лечении немелкоклеточного рака лёгкого, основным радикальным. Что же такое местно распространённый немелкоклеточный рак лёгкого? Сюда относится, естественно, третья стадия со всеми подгруппами, и сюда нужно также включать вторую B-стадию, поскольку она подразумевает наличие Т3-опухоли по восьмой классификации, а Т3 – это экстрапульмональное распространение опухолевого процесса. До сих пор есть ряд вопросов, касающихся лечения местно распространённого рака лёгкого. Какова роль хирургии в комбинированном лечении, поскольку общеизвестно, что эти пациенты подвергаются комбинированной терапии? Когда, в какой момент можно оперировать для того, чтобы претендовать на радикальное смешательство? И есть ли предел резиктабельности при наличии даже технических возможностей удаления всех опухолевых тканей? Восьмая классификация ТНМ подразумевает более подробную стратификацию по подгруппам. Исходя из отдалённых результатов, все стадии разделены на подстадии. И прошу заметить, что даже третья стадия имеет пятилетнюю выживаемость. А третья Б стадия, в стандартах лечения, которая в настоящее время хирургический этап, хирургическое лечение почти не фигурирует, имеет 26% пятилетнюю выживаемость, что представляется крайне сложным без выполнения хирургического вмешательства. Предиктивные прогностические факторы у больных с местно распространённой резиктабельной опухолью в основном следующие. Это радикальность резекции, обеспечение R0 резекции, степень вовлечения экстрапульмональных анатомических структур в опухолевой процесс, эффективность индукционной терапии, состояние внутригрудных лимфатических узлов, объём операции на лёгочной ткани, имеется в виду лоб против пневмоноктомии, полпациентов. Имеется прогностическая неоднородность экстрапульмонального распространения опухолевого процесса. Третья стадия и вообще местно распространённые опухоли – это крайне гетерогенная группа пациентов. Лучший результат хирургических вмешательств и комбинированного лечения наблюдается при распространении опухоли на перикард, лёгочные сосуды, верхнюю полувену, левое предсердие, корину трахею при условии их радикальной резекции. Неблагоприятный прогноз наблюдается при опухолевой инвазии пищевода до слизистого слоя позвоночного столба, отсевов по плевре и перикарду и множественных метастазах лимфатических узлах средостения, особенно в виде балки с выходом за пределы капсулы и с инвазией жировой клетчатки. В настоящее время, кроме известных факторов прогноза, также широко исследуются последние годы биологические маркеры молекулярного стадирования. Китайские авторы предоставляют результаты лечения 516 пациентов, подвергнутых комбинированным вмешательством. Кроме всех прочих известных факторов, здесь в первых числах также рассматривается обнаружение экспрессии нуклеиновых кислот в периферической крови у больных, подвергнутых этим вмешательством. Это может быть предиктором микрометастазирования и молекулярного стадирования рака лёгкого. Необходимо адекватное предоперационное стадирование у этих больных с включением инструментальных, радиоизотопных, хирургических инвазивных методов исследования для полного, полноценного клинического дооперационного стадирования, а также определение функциональной операбельности с выполнением всех возможных функциональных тестов. Наш опыт насчитывает 445, начиная с 2006 года по 2020 включительно, 445 комбинированных хирургических вмешательств. Здесь исключены пациенты с резекциями только перикарда, трахиобронхопищеводной резекции 146, сосудистопредсервной 211 и паритально-диафрагмальной резекции 88. У ста с лишним пациентов выполнены мультиорганные резекции с выполнением нескольких вариантов. Хирургические вмешательства с резекцией бифуркации трахеи считаются наиболее сложными как в отношении сложности этих пациентов, так и сложности хирургической техники и послеоперационных результатов. Каждый автор, имеющий опыт, каждая клиника, имеющая опыт, насчитывает десятки, редко превышающие сотни подобных операций. Мы можем заметить, что высокий уровень осложнений летальности после этих операций, относительно высокий, но тем не менее пятилетние результаты говорят об удовлетворительных результатах радикальных операций. У нас выполнено 135 хирургических вмешательств с циркулярной резекцией бифуркации трахеи. Кленовидные резекции бифуркации трахеи сюда не включены. Основные шесть вариантов реконструкции трахеи – это правосторонняя пневмонектомия с циркулярной резекцией и анастомозированием культи трахеи с левым главным бронхом. Самый частый вариант – 93 пациента. Левосторонняя пневмонектомия с аналогичной реконструкцией слева. Пять операций – верхняя лоб-билобектомия. Справа – левосторонняя верхняя лобектомия. На мой взгляд, самая сложная в реконструкции карины трахеи. Изолированные резекции бифуркации трахеи-6 здесь в основном выполнялись при аденокистозном раке главных бронхов и карциноидных опухолях. И реконструкция бронхолегочным сегментом левого лёгкого. Реконструкция левого главного бронха. Технические аспекты коренальных резекций подвергали совершенствованию за 20 лет. Основные моменты – это формирование инвагинационного анастомоза узловыми швами Викрил-300. Обязательно миопластика зоны анастомоза мышцами грудной стенки. Применение различных вариантов ИВЛ. Это и шум дыхания, и высокочастотная ИВЛ, и апной на оксигенации. И обязательно фиксация подбородка пациента с принудительным положением головы в послеоперационном периоде. Примечательным является хирургическое лечение пациентов с небольшими по размерам опухолями правого верхнедалевого бронха с переходом на трахеобронхиальный угол. Несмотря на небольшие размеры и отсутствие регионарных метастазов, в каком-то проценте случаев эти пациенты зачастую остаются вне рамок хирургического лечения. Неоправданный отказ в хирургическом лечении. Тем не менее, благоприятный прогноз при возможности последнего. Здесь выполняется реконструкция трахеи, так называемая двухрукавная реконструкция с резекцией верхней доли корины трахеи и формированием Y-образного анастомоза с формированием новой корины. Это интероперационное фото подобного хирургического вмешательства. Здесь также резекцирована, выполнена резекция краевая легочная артерия и верхней полой вены. И, по сути, органосохраняющее вмешательство с удовлетворительными непосредственными и отдаленными результатами. Как контр тому пациенту, более местная распространенная опухоль, широким распространением пациент обратился к нам в СЭКОК-2, если так считать, с дыхательной недостаточностью выраженной. И только после неоадюантной терапии в виде двух циклов химиотерапии, фотодинамической терапии, также стентирования дыхательных путей, ему была выполнена операция в объеме расширенной комбинированной пневмоноктомии. Справа с циркулярной резекцией бифуркации трахеи, экстерпацией верхней полой вены с анастомозом, с протезированием и излечением стенда интра-трахеально. Стенд в трахеи не удавалось извлечь эндоскопическим путем. Это окончательный вид операционного поля, справа верхняя картинка, где сформирована викриловая сетка на дефект перикарда. И пациент с учетом R1, также ему предложена адюантная химиотерапия, получил по месту жительства, жив без признаков рецидива 39 месяцев. Непосредственные результаты каринальных резекций нами оценены в течение трех периодов, когда происходили технические и методологические изменения подходов к подобным вмешательствам. В целом, послеоперационная летальность 10%, за третий период эта цифра составила 6,4%, что в принципе сравнимо с летальностью после стандартных таракальных вмешательств. В основными факторами прогноза при мультивариантном анализе оказались возраст пациента, естественно стадия, но и вид лечения тоже имел значимый вклад. Медия на выживаемости составила 27%. Следующая группа больных это сосудистопредсердная резекция, оперировано 211 пациентов. Выполнены следующие виды, резецированы следующие структуры у этих пациентов. Левое предсердие 57%, правое предсердие 2%. Самая частая резекция – это резекция и реконструкция легочной артерии, как экстрапульмональной, так и интрапарихематозной, а также интраперикардиальной части ствола легочной артерии. Летальность составила 8% после этих операций. Самое частое хирургическое вмешательство сосудистопредсердного типа – это ангиопластическая лобэктомия. В большинстве случаев она выполняется при центральном раке с инвазией, также устьев долевых бронхов, поэтому чаще всего это бронхоангиопластическое вмешательство. Здесь на снимках можно увидеть полностью скелетизированное средостение со структурами, полная резекция всей экстраперикардиальной порции левой легочной артерии. В первую очередь формируется межбронхиальный анастомоз, затем межсосудистый анастомоз. Это макропрепарат. После подобной операции можно увидеть истинную опухолевую инвазию как в бронх, так и в стенку сосуда. Резекция левопредсердия тоже достаточно часто выполняется как при инвазии в легочные вены, так и в саму стенку левопредсердия. В данном случае все четыре фотографии показывают на мобилизацию блока. После полной мобилизации, отсечения главного бронха, аппаратная резекция левопредсердия. На картинке слева внизу можно увидеть опухолевой эмбол в полости предсердия, что указывает на истинную опухолевую инвазию. Этот пациент очень интересен. После неоадювантного... Обратился к нам после биопсии по месту жительства с диагнозом плоскоклеточный рак под вопросом, может быть, тимуса, не исключается рак легкого. И после проведения неоадювантной терапии поступил к нам для хирургического лечения. У него изначально имелся синдром с давлением верхней половой вены. На снимке можно видеть, как верхняя полая вена от предсердия на правом скане видно, что подрастание к правому предсердию и инвазия в устье верхней легочной вены и левое предсердие. Пациент оперирован с синдромом с давлением верхней половой вены. И выполнена поэтапно операция. Это мобилизация опухолевого блока, протезирование верхней половой вены от конфлюенса. Сосудистый протез вшит в ушко правого предсердия. Затем при дальнейшей мобилизации выявлена инвазия как в левой, так и в правой предсердии. Поэтому выполнена аппаратная резекция обоих предсердий. Край резекции главного бронха оказался позитивным. Поэтому операция дополнена циркулярной резекцией бифуркации трахеи. Это яркий пример самой такой мультиорганной резекции. То есть пневмонектомия с циркулярной резекцией верхней половой вены, коренной трахеи и обоих предсердий. Какова же его судьба в дальнейшем? Три цикла адювантных химиотерапии спрогрессировал через 6 месяцев с метастазами по плевре и контрлатеральных лимфоузлах. Далее получал иммунотерапию. Кстати, лечила Анна Игоревна этого больного. Прогрессирование через год уже с метастазами в печени, ребрах. Ну и в целом продолжительность жизни пациента составила 26 месяцев после начала лечения. Тем временем он мог бы получить полностью отказ от лечения. Следующая группа пациентов это париетально-диафрагмальные резекции на резекции грудной стенки с ребрами, в одном случае с протезированием грудины, резекция диафрагмы, резекция протезирования позвоночника, в том числе с различными объемами вмешательства на легочной ткани. С этой точки зрения самыми интересными и сложными являются в этой подгруппе пациенты с раком пынкуста, опухоль верхней борозды. И с высокой степенью доказательности доказана необходимость предоперационно-индукционно-химиолучевой терапии у этих больных. Абсолютно все пациенты начинают лечение с верификации процесса, с химиолучевой терапией. Затем только рассматривается вопрос о хирургическом вмешательстве. 13 больных оперировано, различные доступы. Шоу Паульсон, Масаок и Зауэрбрух. Один из примеров. Рак пынкуста с инвазией позвонки, первый-второй грудные позвонки в тела позвонков под ключичную артерию. После химиолучевой терапии со стабилизацией пациент оперирован. Двухбригадная, двухэтапная операция. Вертебрологи выполнили из заднего доступа мобилизацию, фиксацию позвоночника, ламиноктомию. Вторым этапом выполнена цервико-стерно-торакотомия и экстерпация тел позвонков с одномоментным протезированием. Резекция первого ребра и резекция подключичных сосудов с протезированием подключичной артерии. Объем операции на легком верхней лобэктомии. Всем пациентам выполняется полная медиастинальная лимфодисекция. В некоторых случаях также с удалением контролатеральных лимфоузлов. В частности, справа, при операциях справа удаляются также группы 4L. Иногда пятая группа доступна для удаления. При операциях слева удаляются группы 4R, иногда 2R. Лимитирующим фактором для хирургов для планирования подобных вмешательств является высокий риск осложнений. Регрессионный мультифакторный анализ позволил выявить основные значимые факторы. Это возраст, объем операции и мультиорганный характер резекции. Объем операции имеется в виду пневмонэктомия против частичных резекций. Самыми отрицательными факторами послеоперационного прогноза оказались возраст старше 60 лет, пневмонэктомия, сочетание ангиопластики, полувенность, циркулярная резекция, бифуркация и трахеи. И летальность была обусловлена в основном сочетанием этих трех факторов отрицательного прогноза. Риск хирургических осложнений, потенциально приводящих к летальности, в основном сводится, прежде всего для хирургов это больная тема, несоставительность культиглавного бронха, актуальная тема до сих пор, межбронхиальных, трахеобронхиальных анастомозов, аразивное кровотечение из сосудов грудной полости в силу развития гнойно-некротического процесса. Борьба с этими осложнениями, прежде всего технического характера, техника формирования швов анастомозов и защиты аутолоскутами, на протяжении многих лет нами доказано, что сравнительный анализ различных применений различных лоскутов показал высокую защитную роль миопластики при как первичной, так и вторичной миопластике для профилактики летальных гнойно-септических, гнойно-некротических осложнений в грудной полости. То есть, даже имея микронесостоятельность, развившуюся миопластика позволяет предупредить переход ее в фатальное состояние. Здесь на нижнем фото для сравнения пациент, которому выполнена верхняя билобектамия с резекцией бифуркации трахеи, с протезированием верхней полой вены. В силу компрометированности мышц грудной стенки пациент перенес и большую дозу лучевой терапии, и торакотомию. Два года назад мы оперировали с реторакотомией, поэтому выполнена перикардопластика зоны анастомоза трахеобронхиального, что привело в виде даже эндоскопической, это была всего лишь микронесостоятельность, но на 22-е сутки это привело к пенетрации перикардиального лоскута и арразивное массивное кровотечение из ствола легочной артерии, фатальное. Комбинированное и комплексное лечение получили 304 пациента в виде различных вариантов. Это и неоадювантная терапия, в том числе и таргетная, и иммунотерапия, химиолучевая терапия и адювантное лечение. Нами представляется важным отметить преимущество индукционной терапии в трехмодальной терапии этих пациентов. Индукционная терапия может иметь следующее преимущество. Во-первых, оценка эффективности персонализированного данного пациента, воздействие на микрометастазы с надеждой на увеличение радикальности резекции, получение R0 резекции, лучшая переносимость до лечения, пациент, принесший пневмоноктомию, хуже будет переносить адювантную химиотерапию, чем до пневмоноктомии. Также возможность избежать неоправданной операции в силу прогрессирования опухолевого процесса, пока в течение получения неоадювантной терапии такие случаи тоже бывают. Среди недостатков нужно отметить возможное увеличение послеоперационных осложнений. Это отдельная тема для разговора. Ну и, собственно, завершая мой доклад, хочется надеяться, что мультидисциплинарный подход может позволить в ближайшее время увеличить выживаемость самой сложной группы пациентов среди больных раком легкого. Есть вдохновляющие факторы к комбинированным операциям. Это возможность радикального лечения, устранения осложнений опухолевого процесса, поскольку чаще всего это осложненный опухолевый процесс в виде ателлектаза, гнойного процесса, синдрома с давлением верхней полой вены, болевого синдрома выраженного, возможность проведения более эффективной консервативной терапии после хирургии и оценка истинной степени распространенности опухолевого процесса. Лимитирующими же факторами являются высокий риск осложнений, более высокий, чем при стандартных операциях, трудоемкость, энергозатратность, экономическая составляющая и также отсутствие идеальных молекулярных биомаркеров индивидуального прогноза на сегодняшний день. Спасибо за внимание. Продолжение следует...